Всем привет, друзья! С вами The Station и сегодня у нас в гостях Яков. Захожу я такой на студию, залетаю и чувствую, чувствую, пахнет фенресийским медом и шерсть везде серой разбросана. А это значит, что? Это значит, что сегодня Яков у нас играет за своих козырных волков. Расскажи о них нам. Ну, это Орден Космических Волков. Собственно, сегодня они представлены ротой Железных Волков под водительством Варлорда на джампаке, который будет сегодня, я надеюсь, нарезать, скакать и вообще творить всякие бесчинства. Окей. Ну и что у тебя в ростере? А, в ростере у меня... Каликались, мне что же интересно? В ростере у меня сегодня два Дредноута Редемптора, причем они парные, один такой под огненную тему, другой покрашен под ледяную, пачка Лонг Фан Гол. Так, у тебя получается один Дредноут с Гатлинг Кеноном, а другой с Плазмой. Три пачки интерцессоров, две из них в арабидной закачке, одна в хэви, плюс волчий прист, рут прист, колдун, два волчьих приста. Волчий прист, это, кстати, очень интересная, я узнал сегодня, когда ты мне сказал, это интересная смесь апотекария и капеллана. Да, он мало того, что еще крозил сам может дать, так еще и подлечит, сам изобьет и сам полечит. И железный прист, железный жрец, который может ремонтировать технику. Ну, еще две пачки... Ну, судя по молотку, в его уроке он как бы не только в ремонт может, но и поломать что-нибудь при желании. Да, еще там две пачки интерцессоров, ой, две пачки инцепторов и на этом, наверное, все. В смысле, все? А вот это большое такое, летающее. Репульсор? Да. А я, по-моему, про него сказал. Да, репульсор. И репульсор. Да. Типа, слышишь, типа нет. Да. Но я не стал комплексовать из-за того, что сегодня репульсор, собственно говоря, у роста и у Якова, потому что у меня там тоже есть. Сегодня, значит, у нас наши имперские кулаки, старые, добрые. На две тысячи мы разогнали и увеличили наш ростер, чтобы было еще жирнее, еще сытнее. Что у нас там сегодня? В Хаку. Там два будет дотачмента, один батальон, один патруль, получается. В Хаку у нас будет наш Коргородон. Славный малый, вокруг себя раздает реролл на ту хит, как бы, и, в принципе, умеет делать классные вещи. Плюс, также, он может сказать, что вот эти парни у меня теперь стреляют на два плюс. Как бы, что ты мне сделаешь? Я в другом городе, как бы, и все у меня хорошо. Вот, также там у нас лейтенант Фобос Армори, бегает по карте, может где-нибудь дипломиться, если захочет. Как бы, также раздает вокруг себя рероллы. Есть Либр, Либр-Бибр, старый добрый, как бы, знает, он сегодня у меня две психосилы, я не стал его прокачивать, не стал ему давать никаких суперкрутых артефактов. Он просто классик, скажем так. Знает две психосилы, это полечить кореша на Д3 вунд и на себя может накинуть вторую тофну. Ну и, да, плюс два к Тафне и плюс два к Силе, короче, это он такой доктор-качок. Может быть, может весело скакать по просторам. Вот, и также у меня там присутствует наш капитан. Капитан в Гравис Армори, которого я за один КП назначаю Чаптер Мастером. И он, помимо всего прочего, еще вокруг себя будет раздавать реролла на ту хит и будет ходить в четвертом инвуле и радоваться жизни. Плюс у него длинный и острый меч. Прямо он может им в случае чего помахать. Также в ростере у меня присутствует капеллан, который будет знать хатехизму огня, молитву, которая будет давать плюс один на ту вунд по ближайшим целям. Да? Да, все верно. Все верно. Вот, и, конечно же, знаменосец, знаменосец, который вокруг себя за счет артефакта будет раздавать реролл на ту вунд или на ту хит, надо будет уточнить и посмотреть. И за счет знамени, собственно говоря, в шести дюймах от него, если погибает союзник, то перед тем, как отправиться, ну, волки у нас справляются в Вальгалу, как бы, к Русу на Бурдершафт, а мы отправляемся к императору строить дачу, как бы, поэтому перед тем, как отправиться на стройку века, как бы, мы можем... В стройк бак попадает. Да, мы можем пострелять, короче, после того, если нас убили. Также у нас сегодня будет два отряда агрессоров по шесть человек в пачке, которые просто будут вот так вот идти и раздавать из всех своих стволов, а это, извините меня, хреново туча стрельбы. Помимо этого, две пачки интерцессоров. Десятка интерцессоров с обычными болтерами рапидфайерными и пятерка интерцессоров с сталкер-райфл... сталкер-болтер-райфл, мать их за ногу! Вот, которые пробивают больнее, дамаг наносит лучше, так что, в принципе, они хороши, чертовски, чего скрывать-то уж тут. И также пятерка славных парней под названием инфильтраторы, которые просто нужны мне на сдачу, на самом деле, просто они будут бегать и творить какие-нибудь козырные штуки. Надеемся. Да. Вот. Ну, тактика-то у нас, в принципе, на игру простая. Мои парни идут, снайперы стреляют, остальные бегут вперед и кричат ура за император. Ну что же, давайте посмотрим, какая миссия нам сегодня выпадет, что мы будем играть. Итак, собственно говоря, используя эту классную книгу, мы выяснили, что у нас будет третья расстановка. Я вам ее не покажу. Search and Destroy. Как бы выставляемся в квадратах по углам и в центре круга в девяти дюймах, для того, чтобы никто туда не проникал. В принципе, неплохая расстановка, в основном, наверное, для тебя, потому что сможешь расставиться ближе ко мне и в случае чего навалять мне. Да, посмотрим, в зависимости от того, кто будет первый ходить. Да. И сейчас посмотрим, какая у нас выпала миссия. Насколько я понимаю, вот это, да, у нас была миссия? Да, Secure Control. Да, собственно говоря, Яков кидал куб и пришел к мудрому выводу, что у нас будет Secure Control. В принципе, все достаточно просто. На карте у нас будут расположены шесть точек. Собственно, кто их занял, тот и молодец. На конец пятого хода мы смотрим. Тот, кто контролирует больше точек, тот получает больше количества победных очков. Больше количества виктори-поинтов. Также получаем виктори-поинт за убийство вражеского варлорда и получаем виктори-поинт за ферст-блад. Что тут еще можно добавить? Мы уже сделали ра-офф, собственно, мы уже все посмотрели. Яков у нас будет атакер, поэтому он хочет у нас сегодня ходить первым, а я... Играем по мачет-плею. Да, играем по мачет-плею. Так что... Ну что, к столу, собственно говоря, господа. Что же мы ждем? Погнали уже. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, расстановка у нас закончилась. Получилось у нас вот так. Здесь, собственно, вот это красивое желтое пятно. Это наши имперские кулаки, которые выстроились ровными, красивыми формациями и рядами, дабы нести смерть, собственно говоря, пёсим детям. Ну, а там вот у нас волки, собственно говоря, расположились, заняли высоты, заняли укрытие. И тоже хотят немножко нагибать. То есть, заняли они пятую точку. Вон она стоит. И пока что это всё. Здесь мы держим две точки. Это третья и шестая. Так, ну, получается... Яков у нас ходит первым. Ну, давай я попробую всё-таки перехватить ход. И... И-и-и-и-и... Да, я его перехватываю. Я буду... Первым, если ты не против. Да, давай, чё. Поехали. Ну что, мугл-мон фаза закончилась. В принципе, ничего сложного и супер-хитрого. Либра прошёл немножко в сторону. В будущем будет хорошо стрелять... Бля... Хорошо психосила колдовать, как бы. Но при этом остаётся в РНЖ, чтобы в случае чего полечить своих друзей. Здесь у нас, собственно говоря, пятёрка с хэви-болтерами прошлась немножко вперёд. Вот, хелл-бластеры прошлись немножко вперёд, агрессоры тоже прошлись немножко вперёд. Решил я пожертвовать двойной стрельбой, просто чтобы больше из них попало. И здесь наши хакушники тоже стянулись для того, чтобы там рерольчики, тут рерольчики, здесь обмажемся. Ух, как сейчас будет классно. Вот, и... В принципе, на этом... Ну, давай я попробую поколдовать на всякий случай. Вдруг ты захочешь моего Либра почаржить. Поэтому попробую дать себе плюс два катафни и к силе. Да, я себе их дал. Отменять хочешь? За ДНР? Ну, да. Ну, ДНР там далековато, наверное, да будет? Ну, ДНР можно на 18 у меня. А, вот он у чё. Да, то есть обычный 18 ДНР. Ну, хорошо. Тогда в таком случае на этом мув закончился. И начинаем стрелять. Начнём мы, наверное, с неинтересной стрельбы. А потом на интересной уже вернёмся. Передыдущие вырежьте, пожалуйста. Итак, собственно говоря, руны, жрецы, они же местные волчьи, капелланы, хотят немножко... Чё? Волчьи присты. А, волчьи присты, да. Они хотят немножко почитать летание. Литание. Ну, и я потом тоже почитаю. Да, то есть... Здесь у нас будет летание катехизма огня. Да. Давай. Сами за него? Три плюс? Нет. Здесь. А там Кантикало Недавистия. Давай. Да, здесь. Это, то есть, тут ребята получают в шести плюшки для чарджа. Для чарджа. И для файдера. Ага. Хорошо, замечательно. Ну, и я давай тогда летание прочитаю здесь. Пусть это будет летание веры. Нет. Не прокатило. Ну, потому что катехизма огня читать нет смысла. Там и так всё в реролах, как бы, по чём попало. А теперь давай всё-таки постреляем. Мне прям не терпится. Ну, и, собственно говоря, используя рерол из нашего капитана и пробивая на 2 плюс, мы торжественно накидали отряду хеллбластеров, который нас покинул, и также удалось ещё 2 вунды снять этому прекрасному рунному жрецу, который вот вокруг него там вертится, всё вертится. Ну, и там ещё теперь наши болты, как бы, из наших перчаточных винтовочек тоже вертятся. Ну, и продолжаем настреливать. Интерцессора, получив за стратегию возможность стрелять дважды, постреляли по рунному жрецу. Стоял он вот здесь. Ну, и так как теперь его нет, соответственно, мы все знаем, что он немножечко отправился на тот свет. Ну, кстати, на коротеньком, если бы он один сейф прокинул, он бы выжил. Да, да. Вот, и продолжаем настреливать. Теперь, наверное, настаёт чьё-род наших хеллбластеров. Ну, или не настаёт, вот такой я переменчивый. Собственно говоря, наши хеллбластеры и наши парни с тяжёлыми болтерными винтовками отстрелялись по танку и нанесли ему уже 6 дырочек. 7. 7 тем более, что вдвойне приятно. И настала очередь нашего прекрасного, кошерного, шикарного танка, который, собственно, Даня красил, не щадя живота. Он, кстати, здесь. Я его сегодня докрасил, какая разница. Тем не менее, он красивый. Красивый, как я. Стрелять давай! Хорошо. Я типа знаю, как стрелять лазерный строя. Так, ну что, начинаем мы тогда с нашей пушечки. Итак, 3 плюс с полным реролом на ту щит. Федрис, помоги! Сейчас посмотрим. Всё попал. 3 плюс, 10. Да, и на 3 плюс пробиваем. Ну, единиц нет. Но, тем не менее, три раза мы пробили. Смотри, это будет 3D6 без сайва с минимумом тройкой. Да. Давай, поехали. Есть перспектива, что мы сейчас... Ты готов? Я готов. Я не готов. Это 13 урона. Всё, он умер. Взрыв? Давай взорвём его тогда ещё. Пауру за машин спирит? Раз уж сегодня день такой. Да, он взорвался! Или может применять этот вендженсов за машин спирит. Так, ну, собственно говоря, Яков, недолго думая, сказал, что не будет он взрываться, а используя стратегию Муза 2 КП, он либо автоматически взорвётся, что вряд ли он выберет, он же не я, либо хочет перед смертью выстрелить из какого-нибудь одного орудия, из чего ты шмальнёшь меня? Здесь либо Twin Mask Cannon, Heavy 2, 9-ый, ну, в принципе, одинаково. Ну, просто лаз-тлон-то короче. Муза-тлон, давай, давай из Twin Mask Cannon на 48 дюйма. Куда? В ответ. В кого? В танчик! В танчик! Ось! В танковый биатлон на чём? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хэ-ха-ха! Хэ-ха-ха! Давай! На чём мы там попадаем? А мы же деграднули? Да, три плюс! Опачки! Один раз попал. А-а-а-а! Тройечки! Есть! Хорошо, пробил! Первый ход как бы у тебя тоже бесцы, вот и 6 урона. И Д6 урона! Да? И Д6! Да! Взять отец помоги! Три урона! Ну, я стерплю это. Ладно. Я это переживу как-нибудь с трудом, но ничего страшного. Хорошо, тогда танк с нами прощается. Он, конечно, тоже очень симпатичненький. И он автоматически взрывается, да? Нет, ты выбирал. Либо автоматически взрывается. Он просто убирается. Просто он... В дух машинного. Забрал его в машинный рай, собственно говоря. И осталось только дострелять из репульсера по мелочи, и все будет у нас в шоколаде. И Гатлин Кэнон 12 выстрелов совершает по варлорду Якова. И надо будет кинуть 8 сейвов ему. Да. То есть это будет 8 четвертого, да? Да. И четвертый инвуль и пошли. 8... Почему 8 четвертый? 8 пятый. У него 3-й, 3-й. Три плюса у него? Сейв базы. Так у тебя же четвертый инвуль. Четвертый инвуль. А, мы будем фазбульки дать. Точно. Точно. И это... Два раза. Ага. Еще раз. Я не успел снять. Короче, это еще две дырки залетело. Да, еще две. Так. И остается у него... А теперь у него сага медведя. Так. И он на шестерке не теряет амага. Назаем? Ну, давай посмотрим. А, нет, он теряет. Нет, он все теряет. Ну, поет красиво, зараза. Да. Да. И спаренный хэви болтер также продолжает отрабатывать по валду. По валду. Дважды я его пробил. И теперь нас интересуют сейвы. Я так понимаю, это будет также четвертый инвуль у нас. Да. Четвертый инвуль. Давай. Давай. Один залетел. Но теперь ты можешь на шестерку попробовать ее не потерять. Эээ. Он выжил, зараза. Он выжил. Но ничего, ничего. В репульсере еще много пушек. Ааа, ярость. Остается у нас хэви стаберт. Делает три выстрела также по твоему варлорду волчьему с красивыми кактями с пиратскими мечами. У него как будто пиратская сабля, знаешь, такая. Ну, это релиз. И два раз попал. И теперь давай попробуем тебя пробить. Хэви стабер у нас тебя пробьет на четверке. Потому что у него четвертая сила. И один раз. Один сейв с минус два. Ну, то есть это четвертый инвуль. Не инвуль. И тебе очень нужна... Шестерка. Самая шестерка, бесишь меня. Сага медведя. Сила когтя. Ну, хорошо. Репульсер у нас отработал. И остается у нас такая великолепная вещь. Как мои дорогие любимые хороши... Х... Славные салатки снайперы. Которые, конечно же, твоему варлорду уйти не дадут. Ну, снайпера, собственно говоря, почесали репы... Данин на них наорал. Хе-хе-хе. И поэтому варлорда мы пока что оставим в покое. И шмальнем лучше вот в этого прекрасного волчьего преста. Который тут спрятался за своими ребятами Такой типа меня как будто бы не убить Но на самом деле нет Мы его видим и сейчас по нему сжахнем Ну что, сжахнем собственно говоря Из снайперов мы выбираем супер самый бронебольный профиль Который с минус Д3 дамага Более сраунд Да Д3 выстрелов Где-то вот выстрелов Три плюс стреляем Все попали И если будут еще шестерочки на тулу Будут доп. марталочки у нас Нет, не будут Но тем не менее, два раза мы попали Может перебросишь? А давай Ну да, а что? Ну просто смотри, так у тебя 2 до 3 И все это долбится в черт не будет Ну да, поэтому я переброшу Логично Да Ну что ж, в таком случае у нас Да Нас интересуют твои инвули Один раз залетело Один раз залетело Это будет Д3 Не, ну может ты можешь природить, если хочешь За КП? Да А сколько урона будет? Д3 Да пусть будет Ну пусть будет, да пусть будет Собственно говоря И Один урон Один урон Он сверху лично в следующий ход Хорошо Собственно говоря На этом наша вся стрельба закончена Все, кто хотел Пострелял Все, кто не хотел Тех мы заставили И они тоже постреляли На данный момент Мы делаем что? Мы держим Две точки И Мы хорошенько Проредили армию противника Наверное Мы сбрили Ну нормально Так очков То есть Танк Хеллбластеры Рунный Жрец Нормально Нормально Хороший результат Как бы плюс еще В одной вунде Твой варлорд И плюс одну вунду Мы нанесли Твоему Рунному Престу И теперь Плавной Плавненько Ход переходит К Якову И его Волкам В начале своего хода Яков заявляет Стратегему Что его Получается Плазменный Дредноут Да? Ну да Сейчас посмотрим Как он Дойти сможет Сколько он Набегает Нет Наверное Вот этот Пулеметный Дредноут Объявляет Стратегему Что он Будет Сколько Она стоит? Она стоит Одно КП За один КП Собственно говоря Это Реролл-единиц Вокруг себя Ты понимаешь Да? В 6 Дюймах От дредноута Будет Реролл-единиц На 2-хит Ну хорошо Хорошо Стоп Давай сразу Обсудим Он им сможет Раздать? Ну так Померь Не Ну я думаю Там Нет Можешь не мерить Там далеко Далеко Больше 6 То подставок Не хватает Да? Ну типа К тому же Мы мерим Типа вот так Ну типа А он подойдет Типа вот так А не Ну пусть подойдет Он подойдет И вот Дотягивается Поставочки 6 дюймов Ну и все Тогда значит Хорошо Пусть раздается Все Нам же Не жалко А для того Чтобы у него Тяжелое вооружение Не пострадало Мы ему еще одну Протегену На него Закладываем Под названием Big Tire Снэватар Большие пушки Никогда не устают Теперь он Походив У него Он не будет Емить штраф На стрелу Из Хейли Хорошо Сильное заявление Окей Закончились Мувы Наших волков Яков Рассказывай Кто куда полетел Че хотел Ну Инцептер У нас полетели Скорить точку И занять повыше Позицию Волчий лорд Пошел Он так Приметил Трех пятнистых Зверьков На крыше Он хочет из них Шубу себе сделать Че-то он нехороший Я задумал Вот да То есть Волчий жрец Гонит свою пятерку Интерцессоров Вперед Бьет их Кадилом И вообще Как бы Ругается грязно Ну и этот Дред подвинулся Чтобы раздавать Режол Как мы уже сказали Здесь наши Парни с Болдрайфлами Тяжелыми Стояли на месте Эти стояли на месте Тут тоже Все в принципе Стояло на месте Здесь все стояло на месте Все стороны Враги все Поколдовать хочешь? Хочешь поколдовать? Не могу поколдовать Убил Ааа Точно Точно Кто-то убил Господи Какой я мерзкий Ладно Хорошо Сори Тогда переходим К фазе стрельбы Правильно? Да Переходим К фазе стрельбы Ну поехали Наши гордые Примарисы С гранат лаунчером И с Болтером А там не грант лаунчер Там ауксилия Гранат лаунчер Да Который позволяет На 30 дюймов Закинуть гранату Собственно Все Все разрядили По нашему Переднему ряду Агрессоров И одного Завалил гранатой А простые выстрелы Болтеров Мы отсейвили Потому что Мы красавцы Мы настоящие Кулаки Собственно Здесь у нас Прошла стрельба Постреляли Эти парни Своих Штурмболтеров Или еще Как эти штуки Называются Ассолболтеры И ребята С плазмопистолетами Тоже Все они Разряжались В наших Агрессоров Горячо Сладких Любимых И таки Да Таки смогли Трех парней Завалить К сожалению Но не беда Ничего страшного Ну и там Собственно говоря Волчий прист Да Волчий прист Да Он стрельнул За болт пистолета Кинул единичку Стрельнул себе в ногу И такой сделал вид Что ничего не было На самом деле И приходим дальше У нас Стрельба становится Более интересная Потому что У нас осталось Тяжелые штуки Типа Дредноутов Всяких Хэви лас Кэнон Шменон Пэнон И прочее 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 Будут стрелять Пятерка интерсессоров С сталкер Болт рай Там Их 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 Замечательно 36 дюймов 36 дюймов С Минус вторым Маппе Хэви 1 Они не двигались Штрафа не имеют Да пожалуйста В агрессоров летит В агрессоров Конечно же Окей Так Попадаем мы на Три плюс Четыре попало А с На четверки Ты меня пробьешь Да У них не на четверки На пятерки Чертая сила А у них Четверка Подожди У тяжелых Разве не пятая сила Нет Четверка А ну все Все окей Не вопрос На пятерки На пятерки Вижу три раза Три там Три с минус один Да С минус вторым А с минус вторым Окей Пятый сива Нас интересует Хопачки И это еще Получается что Четыре урона Два Да два урона Угу Четыре урона Значит еще один Агрессор у нас Погибает У другого И у другого Одна дыра Хорошо Хороша дыра Хороша дыра Длинные клыки Наконец-то проснулись Две ласки у нас Идут в Репульсор Так А две плазмы Идут в Ненавистных Агрессоров Угу Хорошо 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 Давай Все потом И помогает Дредноут Который раздает Им рерол единичек Поэтому плазмы Греются Угу Ну и все Наверное Ну давай Шмальнем Как следует Давай Собственно Длинные клыки Перед тем Как выстрелить Заявляют стратегему Волчий глаз То есть Они могут выбрать Либо реролить Полностью Ту-хит Либо ту-вун Что ты выберешь Ну блин На ту-вун Потому что На ту-хит У них Уже Единички Есть рерол Угу Ну хорошо Тогда стреляем Получается у нас Что плазмы Летят в агрессоров И ласкэнон Летит в наш Репульсор Давай Ласки Выстрелили По нашему Репульсору Нанесли ему Шесть единиц Урона Это было больно И плазмы Собственно говоря Также отстрелялись И нанесли Три единицы урона И погиб У нас еще Один агрессор Почему? Потому что Девоксатор Такая доктрина Все еще работает АП у них повышен Я бы просто Не мог кидать Сейв К сожалению Увы Но тем не менее Ладно Хорошо Тебе началось Пострелять у нас Дредноут Я напишу Да Они у нас Сочные Мощные И искусные Сейчас мы это будем делать Дредноут Собственно И своего тяжелого Гатлинга Будет стрелять По оставшемуся Несчастному агрессору Доставь ты их уже В покое Это будет Двенадцать Это АСОЛ Двенадцать Или Хэви Двенадцать Не же Это Хэви Двенадцать Хэви Двенадцать Хорошо Сильное заявление Пятая сила Минус один Жестко Первая половинка И дредноут Финальным выстрелом Просто распотрошил Из гатлинга Нашего последнего Агрессора И первая пачка Нас агрессоров Покинула К сожалению Увы Яхну Есть и плюс И ты потратил Стрельбу Почти по моему Всю на него Ничего страшного На этот несчастный отряд Ну хорошо У нас еще остался Вон тот дредноут С плазмой Хэви плазмой Хочет выстрелить Д шесть выстрелов По нам Д шесть А Д шесть Это будет три выстрела А куда ты стреляешь А куда мы стреляем Я просто не слушал А давай мы наверное Ну так Хеллбластеров постреляем Ну давай Хеллбластеров Чего бы нет Это два раза попал На тройке пробьешь ты их С девятой силой А подожди Девятой С девятой По четвертой этап Не на двойке По четвертой этап Нет Да На двойке Ну Один раз пробил Итак Собственно говоря Наш дредноут С Хэви супер супер Свои дупер плазмы Выстрелил Пробил И убил Целого одного Инфильтратора Хеллбластера С плазмой Это грустно И у него что-то еще осталось Да нет Все Все кончилось у нас Это вся твоя стрельба Да Это вся наша стрельба Будут ли чарджи Чардж будет обязательно Только проверим Еще одну вещь А хрен Хрен А себе у тебя чардж Нет Нет Он мы еще не постреляли У нас еще осталось Один анслот Ракетпот Нет Анслот Гарпинг А кстати У них же еще Икарус Икарус эти Ну я как это Кяпра тоже А Гатлинг у него дед Прикручил А на руке А вон под пяточкой вижу Да И из Икарус Рокетпода Который у него на кабине Установлен И летит еще два выстрела По нашим Интерсессорам С Хэви Болт Райфлами И они не попадают Отлично Ну Не попадю Так напугаю Как бы собственно Хорошо На этом я так понимаю Наша вся стрельба Закончилась Даже Да Вся закончилась В таком случае Перейдем к чарджам Наверняка Кто-то здесь Вот из этой пачечки Хочет немножечко Почарджить Злобный Варлорд Собственно говоря Волков Вот этот парень В одной вунде Да Хочет зачарджить Несчастных пацанов Но у них Из хатахашного оружия Только обнимашки Как бы поэтому Шансы у него Конечно же Весьма и весьма Велики А вервоч Будешь делать Ну так ты будешь чарджить? Буду чарджить Да-да Я буду овервочить Конечно Так Ну что Снайпера на вервочи Конечно же Попытались отстреляться Но отстреляться Но не получилось Поэтому вот Наш собственно Варлорд Прочарджился На 8 дюймов И пришел с нами В хтх Хорошо Еще чарджи Здесь Я боюсь Не до чарджить Но попробуем Сейчас Давай попробуем И собственно говоря Твои Это супрессоры Да у нас? Это инцепторы А это инцепторы Хотят почарджить Моего либра Который на вервочи Пукнул в них Из пистолета Ничего не получилось И нужна 12 11 11 да Нужна Ну нет Ну нет Даже при всем желании Даже если ты случайно Локтем подвинешь Пару моделей Они не дотянутся К сожалению Отжай Отжай Хорошо Ну что Давай тогда стукаться Немножко Стукаться давай Давай И стукай И наш волчий Варлорд Хочет использовать Стратегему Что за стратегема Яков Расскажи нам Ну я уже зачаржу В принципе Но Когда мы Чаржим Юнитом На джампаке Бросаем Один Д6 За каждую модель Или за кого? Или один Д6 За каждую модель Мы бросаем По Д6 Хорошо Плюс Получают они По моталке Давай И не получают Нет Просто так Собственно говоря Что у нас Произошло Волчий А как у него Правильный титул Назад Волчий Волчий Лорд Варлорд Собственно Влетел в моих Снайперов И где снайперы? Правильно Они в животике Теперь у него Если конечно Они вообще едят Своих врагов Конечно Вот Вот я про то же Собственно На этом фаза ХТХ Заканчивается И наступает Конец Хода Волков Что им удалось Полностью уничтожен Отряд агрессоров Здесь потрепали Немножко наших Хилбластеров Здесь потрепали Немножко нашу Пятерку Интерцессоров И внесли Девять Ну шесть получается Урона За этот ход В наш Репульсер И мы потеряли Снайперов К сожалению Но не беда И так же ребята Заняли две точки Поэтому Получается Это вон та И вот эта Так что сейчас Мы идем В принципе на равных И плавно Переход Плавно переход Ход в мой рука Поехали Короче Ну что Момон фаза закончилась Что у нас получилось Здесь немножечко Мы отошли Чтобы оставаться В трех гюмах От точки Подальше От этого чокнутого Блин неадекватного Варлорда Либр тоже Отошел Потому что Как бы Он в себя верит Но что-то Как-то не очень На самом деле Агрессоры Раздвинулись Немножечко вперед Здесь ребята Чуть-чуть Тоже все продвинулись Все подвигались Зашли в ковер Как бы И сейчас Тогда будем Разряжаться Нашей крутой стрельбой Но сначала Наш Либр Собственно говоря Хочет скастовать Что? Лечить нам некого Себя усилять Особо нет нужды Поэтому просто Смайт полетит Наверное Давай Вот в этих Плазменных парней Сказал бы я Если бы эти парни Были ближайшими Но ближайшие парни Вот эти Поэтому смайт Полетит в них И полетит ли он Собственно говоря Нас интересует Полетит Вот Динаить У Якова Нечем Поэтому Д3 урона Тиририри Тиририри Два урона И второй каст Давай на себя Либр скастит Плюс 2 к Тафне И плюс 2 к Силе Потому что Вдруг твой Неадекватыш Прибежит Самый драться Он еще сильнее Решил стать Нет Не решил Он как этот Как доктор Он купил плохие Стероиды Как бы Так Интерцессоры Со сталкер Винтовками Нанесли Две вонду Дредноуту И еще туда Сверху Положили Наши хелл бластеры И на перегреве Даже никто Не сдох Интерцессоры Смотрят Такие Кто это там На крыше Шарится И разрядились Из всех своих Болтеров И Волчий лорд Нас Покидает Агрессоры Разрядились Гневной стрельбой По этим Угрожающим И защищающим Вторую точку Парням И что получилось Из нашего Основного Ассоутных Болтеров Мы убили Здесь одного Парня И одного Оставили В одной Вунде А точнее Нанесли ему Одну вонду И гранат лаунчер Отстрелялись По нижним И убили Одного Парнишку Репульсер наш Отстрелялся Он к сожалению Уже немножко Деградувший А посему Стрелял уже Не очень хорошо Смог нанести Три вунды Вот этому Плазмачу Развеселому Плазменному Дредноуту И ввел его Собственно говоря В деградацию И Из того Из мелкокалиберки Скажем так Отстрелялся По Здесь парням И также Сбрил по одному Не такая хорошая Стрельба Как хотелось бы Но Тем не менее Имеем то что имеем Собственно говоря Чержей Никаких у меня не будет На этом В принципе Весь мой ход Ну собственно Муван фаза волков Тоже была не очень Долгая Яков Расскажи Что ты Совершил Ну Инсекторов осталось мало Они Перестали Скорить точку Поэтому они Подвигались поближе К контрольной точке Здесь Редемтор Уже Дерганувший До второго уровня Пошел В Кратер В кратер За ним Пошел Технодель Железный Прист Железный Жрец Который Видимо Будет его Подлечивать Здесь Пачка Интерцессоров Во главе С бешеным Волчьим Жрецом Рванул До центральной Точки Там никто Не двигался А дредноут Понял Что Что там Стоять Никуда Гатлинг Не добивает Пойду Поближе Насовывая Так У нас Конец Мулан Фазы Поэтому Ты можешь Починить Дред Свой Да Мы Сейчас Его Починим Для этого Мы Бросаем Д3 На Единичку И то Хлеб Хорошо И Так Фазы Магии Собственно Говорю Тебе Не будет Колдовать Некому Поэтому Давай Сразу К сладенькому Будем Обстреливаться Почем Попало Ну что Закончилась У нас Стрельба Что мы имеем Во-первых По техническим Неполадкам У нас Какое-то Время Не было Звука Поэтому Расскажу Вам всю Фазу Стрельбы От начала И до Конца А именно Короче Здесь Мы Убили Всех Тут Стояло Два Хралтых Парня Один С плазм Другой С солтными Болтерами Мы Убили Там Собственно Говоря Мы С наших Сталкер Райфлов И с наших Плазм Размяли Дредноута И последнюю Вунду Ему Сбил Наш Капеллан Со Своего Супер Козырного Болт Пистолета И Ребята А это Агрессора Убили Здесь А ребята Интерцессоры Собственно Говоря Они Отстрелялись По Интерцессорам Противника И Уничтожили Их Что у Нас Здесь Репульсор Наш Он В край Деградировал У него Осталось Три Вунды Поэтому Все Что он Смог Сделать Это Нанести Шесть Урона По Дредноуту Противника И Смог Внести Три Вунды Сопутствующей Мелочевки По Волчьему Престу Слегка Почесав Голову Пришел Экологичного Умуд Что Хилбластером Нужно Попробовать Зачаржить Вот этого Волчьего Преста И Будешь Ли ты Овервочить Конечно Будет Пистолет Давай Так Что у нас Там Один Пистолет Один По Моему Да Овервоч Не Овервоч Ну а теперь Давай Попробуем С моей Стороны Кинуть Дистанцию И посмотреть То есть Я там Померил Нам Нужно Хотя Бы 8 Опачки Нет 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 Не будет У нас Никакого Чаржа Ну что Тогда На этом Мой Ход Все В принципе Я Получил Еще Одну Точку Теперь Я Удерживаю Их Три Контикл Оф Хейт Что Там С Ненавистью Как Контикл Переводится Не знаю Добавляет Который Плюс Два К Чаржер Рома На 3 Плюс Да Работает Да Пожалуйста Теперь За Здесь Катахизм огня Давай Есть Тоже есть Хорошо Ну что Движение у наших серых Хвостатых друзей Крайне простое Волчий приз Собственно говоря Пробежал Точнее Прошел на свой Мув сюда И этот парень Техмарин Кузнец Преисподний Или как вы там Волки его называете Железный жрец Да Он так же На свой Мув Продвинулся Вот сюда И сразу же Мы не откладываем В долгий ящик И начинаем по стрелюшке Триумф Волчьи братья Гатлингом По репульсору Очень Раз И только Жаль не взорвалась Эта Вонючая Вагонетка Ну собственно говоря Что тут сказать Дредноут Из своего тяжелого Гатлингвена Нас смог Все таки Смог Пробесбить Оставшиеся 3 вунды Потому что Отвратительно Я прокинул сейф Поэтому Да Репульсор нас покидает Но хоть не взорвался И остальных вокруг себя Не покалечил И на том спасибо Отлично Интересные дела Происходят Почему же Потому что Длинные клыки У нас отстрелялись Они Снесли Последнего Агрессора Потом Грохнули Литя Ого Ну и До кучи Отстрелялись В холластеров Но не попали Не пробили Не пробили Да Не просили Ну хорошо Окей Типа тут у меня Остался Коркарадон Мой несчастный В чистом поле Ну ладно Будем Будем поглядеть Как говорится У него там еще Инвалии есть Поэтому в принципе Если что Он сам за себя Где-то постоять сможет Закончилась у нас Фаза стрельбы Я так понимаю На этом И будешь ли ты Чаржить меня Буду конечно Ну и чарж Давай сейчас По овервочу Для начала А то сказал Что я тебе буду В этого чаржить А в кого Я тебе буду В знамена Восточаржить А как ты пойдешь Тут Легко Через вот этот проход Там мой солдат Стоит Нет Ну как нет Ты не сможешь Пройти мимо него В дюйме Так ну ладно Мы тут посовещались И поняли Что все таки Яков будет Чаржить Хилбластеров Поэтому сейчас Я от овервочусь На овервочи Естественно Я надеялся Его пристрелить Но не получилось Поэтому Волчий приз Просто прискакал И хочет тут Крозиусом Своим Или что У него Крозиус Журет У него Крозиус Да Хочет им Размахивать Из стороны в сторону И проламывать Наши классные Красивые Начищенные До блеска Желтые Желтые шлемы Так ну собственно Что у нас тут Получилось В ближнем Мы подрались И да Один из Наших Хилбластеров Нас Покинул Но при этом Двое других Видят такую Несправедливость Просто своими Винтовками И саботонами Понапинали Скажем так По башке Этому джентльмену И оставили Его в одной вунде В принципе На этом Я так понимаю У нас Вся ХТХ Фаза Закончилась И мы Медленно Но верно Вступаем Во что Правильно В четвертый Мать его Наконец то Ход Ну что Давай Я прочитаю Летанию На съемку Капеллане Собственно Будет Это Хатухизм Огня Да Поздравляю Мы его Получили Собственно Мувы у нас Максимально Простые Здесь Парни Стояли на месте Здесь Наш Корк Харадрон Прошелся Немножечко В сторону Здесь Ребята Выбежали Вперед Чтобы Пострелять Под Рыдаку Наш Либр Сдвинулся Чтобы Удерживать Шестую Точку И контролировать Ее Халбластеры Продолжают Стоять В ХТХ Потому Что Надо 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 Здесь У нас Наши Интерцессоры Интерцессоры Со Сталкер Райфлами Прошли Сюда Заняли Четвертую Точку И Капеллан Прошел И встал Так Чтобы Раздавать Плюшки И на Халбластеров И на Наших Классных Примарисов Да И в принципе Это И все Поэтому В конце Фазы Движения У нас Колдунство Но Колдовать Я не буду Потому Что Не в кого И незачем И ни к чему Я не думаю Что ты сюда Уже До шестой точки Когда нибудь Доберешься Ну что Максимально Незамысловатая И простая Стрельба Интерцессоры С тяжелыми Не с тяжелыми С сталкер Болл Трайфл Как бы Постреляли По Веселому Механику С волчьим Лисом Так это сказать Но оказалось Что этой собаке Очень хороший Сейв Поэтому он все Прекрасно Посейвил И интерцессоры Разрядились Собственно говоря Отличным количеством Выстрелов По Дредноуту И смогли Внести ему Целых 4 вунды Поэтому у него Осталось их Всего 3 Ну и я решил Что гулять Да гулять Поэтому мой Капеллан Объявляет Чардж В твоего Железного Жреца Мистера Молоточных Делмастера Короче Винтика И шпунтика В одном лице Отлично А Верлоч Оверлоч Ну Болтер дисциплина Стоит 2 Поэтому Да Ничего Не попал Ну и теперь Давай посмотрим До чарджу я Или Али не до чарджу Ой Много Важности В этом Броске Сейчас Ну что Начинается Наша фаза ХТХ Первым делом Естественно Активируются Атакующие модели Поэтому Мой Капеллан Активируется И бьет Твоего жреца Что вы готовы Это бой века Собственно говоря В правом углу ринга Волк В синих трусах И в левом углу ринга Наш Капеллан В черных трусах А может даже Без трусов Собственно говоря Пять атак Два плюс Отлично Опачки Вот так вот Мы на них Залетели И с пятой силой По четвертой Тахне Это будет у нас Четверочки Это будет Троечки Да Математик Хренов Опачки Хоп И это Три раза Мы попали Получается С минус Одним Это Третий сейф Насколько я помню У тебя У меня второй сейф Ну с минус одним Будет третий Сколько Три сейфа Да Да Три с минус один И Два урона Залетают В жреца Я почему Третий Это Тут Два У него Да У него Дамаг Второй А Понятно Хорошо И вторым делом Тогда я активирую Своих Хеллбластер И мы Также Бьем тебя Это у нас Будут уже Четыре Атаки Так Может я Отбиваю Свои Атаки А потом Можешь отвечать Сколько Хочешь Пять Атак Три Сержанта Два С Простого Парня Три Плюс Неплохо За знамя Рерольчик Натухит Пожалуйста Да Отлично Четыре Попало И пробиваем На четверке Хопачки И это Два раза Пожалуйста Два Сейва Родных Классических Любимых А сейчас Надо посмотреть Сколько Там было Третий Сейв Помню Это Молчий Жрец Да Третий Сейв Да Третий Сейв И четвертый Буль Провалил Бабратски А пусть Он помрет Еще раз АП Нет Без АП Они ладошками бьют Три Да Уходи Волчий Жрец А у него нет Медвежьей песни Счастья Радости Улыбок Ну Хорошо Серва Рука Бьет Сверху По башке Нашего Капеллана На 2 Плюс Давай Пробьешь Ли ты Меня Да Ты Меня Пробил Пробил Что там у него По АП По АП Минус 2 И 3 Дамага Так Ну это будет Четвертый Моинвуль В принципе Очень хочется Чтоб он Был Потому что 3 дамага Не хочется В себя впитывать И нет 3 дамага Да 3 дамага Я получаю И остается Мой хороший Товарищ и друг В 2 Вундах Следующий Продолжаем Выбить Еще 2 Атаки Теперь Темпест Хаммера Ой Вам лишь бы Молотками Помахать Собственно говоря Ваши Вот эти Вот ваши Давай Также на 2 Плюс На 2 И минус 1 За молоток На 3 Плюс Один раз попал Один раз попал Так Пробиваешь ты меня На сколько Такая же сила Тоже на 2 Плюс Ну это было Изи конечно Да АП есть 3 урона Минус 3 АП Ну это Четвертый Инвуль Опять же будет Что-то у них Профили какие-то Очень похожие У серворуки И у этой штуки Ну Так Понял Четвертый Инвуль Да Четвертый Инвуль Стоим Наслаждаемся Дышим свежим воздухом Жаль А жаль Хорошо Атаги ближнего боя У нас закончились И Наступает у нас Вторая половина Четвертого хода И ход переходит К Якову Слава тебе Господи Давай Начнем отстреливаться Почем попало Дрэгноут Собственно говоря Максимально деграднувший Запинающийся Заплетающимися ногами На шестерке Начал стрелять И одного Халбластера Срезать все-таки сумел Но отстрелял Весь свой боезапас Хорошо Далее Интерцессор С гранатометом Собственно говоря На 30 дюймов Посылает свою гранату В нашего Многострадального Халбластера Который там Стоит бедняга На точке И ничего не понимает Что от него Всем надо Не попал Ну и на том спасибо Подождите А сколько тут дюймов Может быть Волтеры 30 дюймов Ну да О Так они Добивают А ты думал Я вообще сюда Никогда не приду Тем не менее Так Ну тогда у нас Еще 4 болтера Туда влетают Хорошо Давай 4 Нет Больше Они же стояли Ну если один С гранатометом А Болтер дисциплина Болтер дисциплина Ворожеских интерцессоров Влепили в нашего Одновундового Халбластера Свои болты И нам нужны Четвертые сейвы И К сожалению Он Умер Бедняга Столько дел Хороших сделал Как бы такой был Малачага Красавчик Собственно говоря Бешеный пацан К успеху шел Но Шальной болт В него влетел Ладно Хорошо Давай 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 Так У нас эти ребята Остались Ближайшими И мы сейчас По ним будем стрелять Фангами И длинные гоготки Начинают у нас Свою гадкую стрельбу Из лазерных пушек Короче Ласкэнон Выстрелила В нашего Знаменосца Потому что Он теперь Близенько Точнее Ближайшая модель И лазерный выстрел Прекрасно пробил На вылет Знамя И вошел ему Прямо в черепунгель Красивый Желтый был Но теперь Его к сожалению Нет Хорошо Хорошо У тебя там еще По моему Плазма Куда-то хотела Стрелить И 2 до 3 Выстрела Плазма Это у нас будет 3 плюс 1 4 выстрела Летят в нашего Чаптер мастера Опасность Грей Ну тебе лучше знать Ага 3 попал 3 попало Окей Греты Это значит у нас Восьмая Восьмая сила По пятой Это будет на троечке Плазма Кэнон Восьмая сила Да На троечке Окей 2 залетело 2 с минус 3 Да 2 с Да Минус 3 Нас интересуют 4 инвуля Черт возьми Я возьму Красные кубы Это означает Опасность Это означает Что он должен Мать твою жить Потому что Если я сейчас Не откину инвули Ну если я откину Один Он выживет Если не откину Оба Он подохнет К сожалению Четвертый инвуль Ты готов А почему он подохнет Потому что У него А Плазма по 2 урона Наносит Да А ну тогда он еще Блин Я тут драмы то нагнал Какой я Ну тем не менее Ладно 2 урона он получил 2 урона он получил Так Где тут у нас Вот 2 урона Пожалуйста Хорошо Хорошо И у нас еще Остаются наши Да Сталкер болтер Сталкер боркер Райфл Булкер Сталкер Иди своей дорогой Сталкер 5 у нас получается 4 Попадаем на тройки 4 попал 4 попал Да На пятерки пробиваем На пятерки пробиваем Ох Жестко Ну перекинь этот куб Вот этот Ну ладно Хорошо Один раз Так Это получил Почему на пятерки На четверку У них же четвертая сила А у него пятая А тофна Четвертый сейф Да Стоим Улыбаемся Машем парни Все хорошо Давай еще тогда За шторм болтера От вульгарда Который там стоит Че он тут стоит Собственно говоря Он охраняет кукурузу Ну ладно Так Оба попал Молодец И Один пробил Брабил Хорошо Хорошо Четвертый сейф Четвертый сейф Четвертый сейф Вот так И ты при всем желании Просто не прокинешь А ты хочешь сюда Вчаржиться что ли Да А почему нет Ну что собственно говоря Решил Дредно Захатыхашить Нашего Чаптер мастера Ну окей Давай Давай Нет Не зачаржит Он даже Через заборчик Сейчас этот не перешагнет Ножки болят Да Хорошо Что получается У нас Фаза ХТХ Мы можем продолжать С тобой сражаться Поэтому Давай Обмениваться Собственно тычинками Давай Сначала на серву руку Давай На 2 плюс Да И минус 1 Есть А почему на серву руку Минус 1 А у нее в правилах Написано Что она А и на молотую руку Да На молотую руку Все Все Хорошо Понял Но тем не менее Ты попал На 2 плюс Блин Ну ладно Давайте Давай молотком Теперь Давай Жахни мне Один раз попал Японский бок Пробиваем А ну все Окей Ладно Восьмая сила Вас интересует Четвертый инвуль Давай братишечка Братишечка Живи Это не четвертый инвуль Как мы можем видеть И он получает Сколько там Три дамага Знаете что происходит Если вам попадают Молотом в голову С разбега Так с оттяжечкой Хорошенько И сочно Ну во первых Очень прикольный звук Вы знаете Вот такой вот примерно А во вторых Ты погибаешь В страшных муках И корчах Ну правда Недолгих Потому что Ну типа у тебя нет Пол головы Поэтому Что ж теперь страдать Это Хорошо Тактическая доктрина Для того чтобы Наша Ассоутная Рэпидфайерная Оружие Стреляло С улучшенным АП Погнали На улице темнело Сидел я за столом Оп Собственно Грали Фанаты Короля Что-то Давайте-ка По плюсику В комментариях Какова ситуация Друзья У меня сейчас Закончилась Мувимот фаза И мы с Яковом С Яковом С Яковом С Яковым С Яковым По всякому Как по всякому В общем мы тут С Яковым играли И пришли Какому выводу Соединив Едино Наши большие Интеллекты А между прочим Как бы Средний IQ По палате у нас Хороший Потому что Ты ученый А я Видосики снимаю Какой вывод Я контролирую Сейчас на поле Все точки Кроме Той На которой Сейчас стоят Вражеские Интерцессоры А посему Я вообще Ничего на самом деле Не буду делать Потому что В эту фазу стрельбы Я в любом случае Добиваю Дредноут Ну типа В любом случае Вся стрельба В него войдет И он сдохнет И вот эти парни Которые здесь стоят Ну даже если Они отобьют Пару точек Тем не менее Они не смогут Их перескролить И не смогут Их наконец Своего хода Захватить Поэтому Пятый ход Я считаю Играть смысла нет Яков Тебе спасибо за игру Это было славно Ну что ж Друзья Играйте на хорошем Тирейне Пишите в комментариях В репорте Что я забыл А я наверняка Что-то забыл Ну и наверняка Есть что сказать Якову По поводу Его игры Волками Отличная игра Отличный Тирейн Первый раз На самом деле Волками играю С Доктринами Потому что Волки Доктринами Получили только В Псахе Кавейкинге Очень интересная Механика Играйте на хорошем Тирейне Спасибо Все друзья Всем пока Отличная игра Продолжение следует...